Разбуди в себе романтика и подари своей любимой сюрприз планетарного масштаба. Так, 14 февраля мы обратились к нашим зрителям-мужчинам, предложили им придумать оригинальное романтическое путешествие со своей возлюбленной. Получили сотни заявок, выбрали самые интересные и искренние. Важные условия – наши герои не женаты. А мужчина созрел сделать предложение прямо в этом путешествии. И еще, он должен сохранить свой план втайне от нее, до последней секунды, чтобы в итоге поразить ее в самое сердце и разделить планету на двоих. Денису 41 год. Он профессиональный фотограф. Не может устоять перед клубничным мороженым и шедеврами итальянского кинематографа. Умиляется неуклюжим па своего кота Арчи и виду из окна своей ставропольской квартиры. В прошлом Денис – преподаватель курсов пикапа и, по версии друзей, некогда знатный ловелас. Но коррективы в этот статус внесла темпераментная Александра. Со мной тяжело, у меня характер такой несправный. Я сейчас расскажу, кто тут бешеный. Александре 35 лет. Она графический дизайнер. Подкармливает всех бездомных собак в округе. Тщательно следит за тем, чтобы в ее смс-сообщениях грамотно были расставлены запятые, а в речи не допущено ни одной орфоэпической ошибки. Это и покорило Дениса на первом свидании. Мы зашли в магазин, там был такой, знаете, как есть холодильнички, только это была не холодильник, а какая-то печка для кофе. Залезаю и достаиваю, говорю, только осторожно, он горячий. И я смотрю, человек меняется в лице. Какое-то откровение такое вот на него снизошло. Я понимаю, что вот эта вот фраза, что кофе все-таки мужского рода на него водит. На самом деле я не думал, что это такие формы принимают, что Саша постоянно поправляет всех и вся. А вот познакомились с Денисом и Александром на квадрокроссе. Своего фаворита Саша выбрала сразу. Такого яркого мужчину сложно было не заметить. Там в грязи все это должно было происходить. Там была очень такая грязюка, и я решил просто, ну, поеду в трусах, что делать. И у меня на тот момент были оранжевые трусы. Они были розовые. Это были оранжевые. У меня был несколько такой комичный вид. Вот эти оранжевые трусы, сверху накидка с номером и такой большой шлем. Немало времени потребовалось Денису, чтобы доказать, что за ярким антуражем скрывается не эпатажный ловелас, а отчаянный романтик. Совсем скоро у Дениса и Александры годовщина, пять лет совместной жизни. Самое время сделать предложение, решил Денис и придумал увезти любимую. В романтическое путешествие в Киргизию. Покажу ей Иссыкуй, горы. Тем более там есть места, связанные с моей семьей. Там мы же тоже побываем. Я думаю, что это место станет для нее очень цыльбоносным. Денис до последнего хранил в тайне план своего путешествия, о котором Саша узнала прямо накануне вылета. Сколько времени у меня есть на сбор? Полчаса. В Киргизии у наших героев будет неделя. Но Александра даже представить не может, как они проведут эти дни. А вот и первый сюрприз – съемочная группа. Все эти дни мы будем здесь гулять, что-то делать и снимать очень интересное кино. Посмотри. Саша и не догадывается, что на самом деле они с Денисом все это время будут находиться под прицелом камер моей планеты. Бишкек – единственный город в мире, названный в честь деревянной ложки для взбалтывания кумыса. На киргизском это и есть Бишкек. По легенде, беременная жена одного знатного господина готовила кумыс и случайно уронила Бишкек. Тем же вечером женщина родила сына и назвала его Бишкеком. Мальчик вырос и стал батыром, храбрым и отважным. Тогда его имя и дали целому городу, который позже стал сердцем Киргизской республики. Больше всего на свете, после Дениса, конечно, Саша любит петь. Вот только никак не может поверить, что это у них взаимно. Прямо сейчас Денис задумал вселить в свою возлюбленную уверенность и оптимизм. Тут кто-то репетирует. Какое-то, похоже, что-то музыкальное какое-то заведение. А куда мы идем? Сейчас увидишь. Ну, можешь, скажешь. Да, Солнышко, это же консерватория. Мы в консерваторию идем? Мы в консерваторию идем. Но я же не буду петь. Я поняла, что что-то сейчас меня, меня сейчас подставят. Киргизская национальная консерватория без преувеличения знаменита на весь мир. В ней преподавали Чингис Айтматов, Михаил Швыдкой, Мария Чайковская и другие известные деятели культуры и искусства. Студенты и аспиранты консерватории дают концерты и срывают овации в залах Вены, Парижа, Нью-Йорка. А сегодня они сыграют специально для наших героев. Забавно. Зрители. Давай. Давай сюда. Заходи. Посередине садись. В ее семье практически все музыканты, родители, бабушки, дедушки. И она сама очень хочет петь. Ну, иногда ленится заниматься, иногда боится, иногда не верит в себя. Саша и не догадывается, что целый национальный оркестр Денис собрал специально для нее. И уж тем более она не знает, какой еще ошеломляющий сюрприз задумал ее спутник. Но окажется ли он приятным для девушки? Пока в этом сомневается и сам Денис. У нас появилась новая солистка Александра. В смысле солистка? В смысле солистка? В смысле солистка? В смысле солистка? Я была к этому не готова. Он Дениска очень любит, когда я пою. В смысле солистка? К этому, к этому занятию. Ой, цветет калина в поле лучья, Парня молодого полюбила я. Оказывается, для того, чтобы сработаться солисту и оркестру, нужны месяцы репетиции. Денис, к сожалению, этого не предусмотрел. Низковато. Полтона выше. Можем? Да, низковато. А полтона выше? Да, чуть-чуть. Нет тонн, а именно полтона. Ну, я за нее всегда переживаю, когда она поет. Вот, потому что я понимаю, что она в этот момент переживает. И мне хочется взять часть переживаний на себя забрать, чтобы она, наверное, переживала меньше. Не могу открыться, слов я не найду. Не могу открыться, слов я не найду. Конечно, петь с оркестром, это... Ну, конечно. Это было... Для меня пока, на моем уровне развития вокального, это пока недосягаемо. Какую-то халтуру выдавать я просто не могу. Ну, это... У меня внутри просто что-нибудь сломается в этот момент. Да, Денис готов был к такому развитию событий. И поэтому заранее подготовил запасной сюрприз, который точно порадует Александру. Малый зал, аккомпанемент и возможность исполнить песню, с которой у девушки связано первое признание в любви. А вы знаете, Успенскую к единственному? Да. А сможете ее в джазовой обработке сделать? Попробуем. Спасибо. Я помню радость и смятенье, И губ твоих прикосновенье, Почти любовь, почти падение с обрыва. Я надеюсь, что он этот посыл чувствовал, хоть я и стояла к нему тыльной стороной. Ну, такие песни в принципе нельзя петь, если ты этого не чувствуешь внутри. Они становятся пустыми. Я надеюсь, что мое волнение не перекрывало тот вот эмоциональный посыл, который, ту трансляцию эмоциональную. Далекому и грешному Бегу по полю снежному За несколько часов едва ли можно изменить жизнь, зато можно изменить мысли, которые, возможно, изменят жизнь. Именно этого и добивался Денис. Он хочет, чтобы Саша вспомнила свою давнюю мечту и снова в нее поверила. Я хочу действительно петь джаз. Ну, конечно, это, наверное, сейчас будет очень нескромно. Но я бы хотела это делать, как Ретта Франклин, как Нина Симонна. Здравствуйте. Ну, спасибо. В списке Сашиных талантов вокальный далеко не единственный. И Денису важно, чтобы любимая не забывала о своем потенциале. Как профессиональный графический дизайнер, Саша тонко чувствует эстетику момента в архитектуре, живописи и моде. Саня, смотри, куда я тебя привел. Это магазин, где делают национальную одежду, и ты сможешь себе выбрать что-то дизайнерское, интересное. Да, пойдем, покажу. Невероятно. Но киргизская национальная одежда остается практически неизменной на протяжении 700 лет. В прежние времена ее ценили за то, что она отлично приспособлена к условиям кочевой жизни и верховой езде. Сегодня камзолы и стеганые халаты жители республики любят за практичность и яркий национальный колорит. Ну что, я оставляю тебе на попечении джамагуль. У меня есть дела, так что у тебя есть пара часиков. Можешь не торопиться. Первым делом Саша обратила внимание на чапан – стеганное пальто из хлопка. Это традиционная верхняя одежда киргизов, которая удобна и в пустыне, и в горах. Незаменимая вещь в путешествии. Саша решила, что именно в нем хочет отправиться в свою 52-ю страну. Ведь в 51-й она уже побывала. Это просто фантастика. До такой степени попасть в мой вкус даже я бы не смогла сама. Я бы не смогла найти этот магазин. Я бы его даже, наверное, и не искала. Я бы никогда не подумала, что вот такая национальная одежда может до такой степени мне понравиться. Ну а пока Саша выбирает себе красивый наряд, я иду в кузницу. Меня вдохновили два хороших человека, с которыми я один работал. Они мои клиенты, заказчики. Я снимал их свадьбу в городе Москве, Москва. И они рассказывали, что они свои кольца сделали сами. Я такой подумал, ой, даже крутая идея. Сильно не стучит, так она качет чуть-чуть. Ну еще надо нагреть. Такие способные ученики у меня первый раз. Вообще есть легенда у кузнецов у нас. Если 33 раза ударить, то все будет и благополучие у тебя в семье. Да. Кольцо обретет истинную силу. Такая легенда. Да, погрей еще. Тогда любовь будет жаркая. Как этот огонь. Да, ну что, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, стучи, стучи. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тридцать два, тридцать три. Ну все, теперь точно будет все прекрасно. А пока Денис собственными руками кует, так сказать. Счастье для себя и любимой Саша просто получает удовольствие. А ведь это именно то, чего так хотел добиться Денис. Чтобы возлюбленной наконец-то удалось остановить время и почувствовать себя счастливой. Очень красивый силуэт, очень красивый дизайн, ничего лишнего, как я люблю. Орнамент вот этот вот сзади просто фантастически красиво. А это вот, вот это оберег, она как бы, это типа как юрта сделанная. Тут у нас умаяние еще есть, и она как бы для женщин, вот эта символика применяется, чтобы она как оберег сохранить семью, долголетие, и чтобы было все удачно. Красивой принцессой я себя ощущаю. Потрясающе красиво. Где мой рыцарь на белом коне? Бородатый. Далеко ушел. Слушайте, это просто, это просто потрясающе красиво. Тем временем Денис закончил колдовать над главным аксессуаром этой поездки. Слушай, ну кайф получилось вообще, я, честно говоря, даже не ожидал, что будет так интересно смотреться, да? Ну да. Я думаю, что Саше очень понравится это кольцо, она любит какие-то необычные вещи, тем более сделанные собственными руками, да? Ну да. Ну да. Судя по интонации мастера, он не разделяет восторга Дениса. Остается надеяться, что ремесленный талант возлюбленного оценит Александра. Правда, не сегодня. В этот вечер ее ждет другой сюрприз. А давай селфи. Иди сюда. Давай, сейчас селфанемся. Александра и все видно. Да. Не видно, правда. Жаль, не наша. Жаль, не наша. Я бы посмотрела, как ты, дядечка, ведет эту машину. Да? Ладно, сейчас. Сюрприз. В смысле? Сюрприз. Пошли. Ладно. Сейчас прокачу тебя. Давай. Вообще. Кайф, да, тачка? Слушай, правда, что ли? Да. А, офигеть. И, конечно, когда Дениска достал ключи, ну, был такой момент, вау, что проехать на роскошном автомобиле, это было очень круто, это было очень впечатляло очень. Ну, и, конечно, так, я растрогалась. Поехали. Я боюсь. Подожди, а пристегиваться? Кайф, вообще огонь. Вообще. Слушай, как хорошо, что у меня в белых штанах. Да, подходит. Я никогда раньше в кабрилетах не ездила. Никогда не ездила, но всегда мечтала прокатиться по вечернему городу на красивом ретро-автомобиле, как в кино. Саша и представить не могла, что этим вечером все же окажется героиней фильма своей мечты. Я, честно сказать, вообще не подозревала даже, куда мы можем поехать. Я думала, что мы просто будем ездить по городу, как-то просто смотреть, чтобы нас все показывали пальцем и говорили, вау, смотрите, смотрите, как они едут. Солнышко, знаешь, зачем мы сюда приехали? Не знаю. Кинотеатр под открытым небом – идеальное место для того, чтобы вспомнить самые главные моменты романтического пути влюбленных, решил Денис. Все внимание на экран. Я их сделал. Правда? Да. Вспомнишь, где это? Это Сингапур. Да? По-моему, да. А это? Это в аэропорту, я не помню, где. Где-то в Бангкоке, по-моему. В этом фильме была определенная фишка. Там была часть фотографий, которые она не видела, которые мы снимали еще в 2015 году. Это серия, мы назвали ее «Кикми». То есть такие шуточные фотографии. Слушай, столько клевых фотографий, я их не видела даже. А я же их не выкладывал. А когда ты меня топил, я не помню. Знаменитая венская опера. Не будем говорить, что там было. Он это все делал настолько тихо, настолько скрытно. Я действительно ничего этого не замечала, не видела. И для меня это, конечно, очень, ну, очень ценно. Столько времени своего уделяет, чтобы порадовать, сделать сюрприз. Ты такой у меня романтик. Я тебя так люблю. Я с тобой так счастлива. Правда? Да ты еще вспоминала все эти годы. Да. И я тоже тебя очень люблю. Я чувствовал, что я все делаю правильно. И я понимаю, что со мной она плачет только отчасти. А мне бы хотелось, чтобы вот эта искренность, она присутствовала постоянно в наших отношениях. Хоть Саша и льет слезы исключительно от счастья, Денис решил, хватит реветь. Он считает, что его любимой сейчас необходимы кардинально другие эмоции. Ну что, поедем, съездим наверх? Поехали. Смотри, какая канаточка. Канаточка. Покатаемся. Поехали, покатаемся. Я думала, что мы просто прокатимся на канатке, и, собственно, этим мы ограничимся. Просто посмотрим на местность сверху и спустимся. Потом, когда я смотрю, что это как-то... От меня что-то опять скрывают. Думаю, боже, да что там. Но если на лыжи меня сейчас поставят, то, наверное, там я и закончу свои дни. Давай ты первый. Давай. Давай. Ну, садись. Поехали. Поехали. Не, я вот на этой. Ну, давай. Родельбан – это экстремальная санная трасса с крутыми виражами. Разогнаться на ней можно до 70 километров в час. Но промчаться на Родельбане в Киргизии – это значит не только получить заряд адреналина, но и насладиться потрясающими пейзажами. Вот такая романтика по-киргизски. На санях. Давай. Счастливого пути. До свидания, наш ласковый денька. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. У-ху-ху. Лучше были лыжи. Боже, как мне было страшно, ребята. Ой, на что я подписалась. Ой, на что я… Ой, а папе удобно, кстати. Йо! Йо! У меня, конечно, были сплошные маты. И вопрос, ну, если так убрать все маты, отбить, то остается, ах, зачем же я сюда пришла? Ах, зачем же я на это согласилась? Вот приблизительно так было. Сейчас мы увидим, как Саня сюда ворвется на своих санках. Йо! Испугались? Миссия выполнена. Саша заряжена позитивом. Пора двигаться дальше. Денис пообещал любимой больше не испытывать ее нервы на прочность. Но сдержит ли он слово? Слушай, я должен кое-что сделать. Это завязать тебе глаза, чтобы ты не знала, куда мы едем. Детка. Давай. Я согласна. Честно говоря, делаю это в первый раз. У тебя получится. Есть такая привычка доверять ему во всем. Если он говорит, завязывай глаза, значит, я завязываю глаза и еду. У тебя вообще есть положение, куда мы можем ехать? Как говорила моя бабушка, ничего хорошего в голову не лезет. Наверное, ты меня везешь куда-нибудь в чащу леса, чтобы меня там бросить, и я не нашла дорогу обратно. Очень смешно. Очень смешно. Вот будешь ходить теперь с повязкой до самого отъезда. Еще пару-тройку дней. В аэропорту только сниму, и все. Но сэкономлю на макияже. Носки опускай. Мы уже в лесу. Куда? Идем. Иди ко мне. Давай, голову ниже. Опа. О, сейчас, ярко как. Мы на кораблике. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдача в артовой. Или как там, как там говорят? По легенде, давным-давно на месте озера Иссыкуль был город. Однажды правивший в нем богатый хан влюбился в девушку. Но красавица не ответила ему взаимностью. Тогда рассерженный мужчина насильно привез возлюбленную в свой замок. Но девушка не польстилась на его богатство и выпрыгнула в окно. В ту же секунду отовсюду хлынула вода, рухнули неприступные стены замка города. А вскоре и дворец отвергнутого хана скрылся под водой. Так и появилось озеро Иссыкуль. Самое большое озеро Киргизии и одно из самых глубоких и живописных озер в мире. А можно порулить? Да, можно. Хочешь? Нет, я выбрала мужчину, остальной курс держит он. Ты к штурвалу. Сомненно, мне приятно слышать, когда она мне доверяет. Возможно, иногда бы мне хотелось, чтобы какие-то моменты она бы решала сама. Типа, какое платье мне надеять. Класс! Всегда мечтал порулить. Какая настоящая корабля. Как они там держат? Я давала все стою. Как моя должность называется? Ну, точно не юнга уже. Не юнга? Ах ты, мерзавец! Ну, боссман, наверное. Или кок. Ну, сам. У Дениса есть такая мечта – на яхте отправиться путешествовать. Поэтому я думаю, что он так овладеет скоро этим навыком. Наверное, так примерялся. Солнце еще высоко. Так что еще сегодня будет много различных сюрпризов и прочих неожиданностей. Ты мой романтик. Итак, сюрпризы продолжаются. Теперь на очереди потрясающей красоты Красные горы. Одна из них, хоть и называется «Разбитое сердце», но считается символом вечной любви. Есть поверье тоже у местного населения, и они сюда приезжают тоже, что когда влюбленные, глядя на эту скалу, признаются друг к другу любви, их сердце никогда не будет разбито. Я люблю очень легенды. Легенды всегда это очень красиво, это всегда очень романтично. Ну, и, конечно же, я как человек, верящий знаком и оберегом, конечно же, я сказала, надо делать. Раз надо, так надо. Так что, Солны, скажете, я тебя люблю. Я тебя люблю. Давай обниматься. Давай. По легенде, в давние времена один жестокий правитель влюбился в жену своего врага и выкрал ее. В честь своей новой невесты он устроил пир на весь мир. Каждый день убивал по одному быку, а на седьмой несчастная девушка проткнула кинжалом свое сердце. Говорят, с тех пор горы и окрасились в красный цвет. А еще, по местному поверью, на эту кроваво-красную землю могут ступить только искренне любящие друг друга пары. А обманщиков и притворщиков она будет сжечь, как раскаленный кирпич. Знаешь, я когда увидел эту фотографию, понял, что нам нужно обязательно побывать здесь, потому что на этой фотографии моя мама, здесь они когда-то жили, были в этом месте. И я очень хотел, чтобы ты тоже посмотрела на эти места, на эти горы. Для меня это очень много значит. Потому что здесь вкусные манты. Потому что ты здесь. Потому что для тебя это место важно, и для тебя было важно меня сюда привезти. Давай позвоним твоей маме. Давай. Слушай, отличная идея. Давай звонить. Мам, привет! Здравствуйте, Валентина Александровна! Тебе привет из Киргизии! А видишь сзади? Места узнаете? Горы! Да, горы, киргизские. Тебе привет отсюда! Она была очень рада. Она такой человек, знаете, она очень искренняя. Если ей что-то не нравится, это видно. Она не будет выжимать из себя какую-то положительную эмоцию, если она на самом деле недовольна. Она действительно была очень рада. Валентина Александровна внесла свои коррективы в маршрут. Посоветовала заглянуть в гости к киргизским кочевникам. Ведь это одно из самых ярких воспоминаний ее молодости. И Саше эта идея пришлась по душе. Киргизский кочевой народ, да. Вот, похоже, они тут и живут. Да, какая вы... Давай подойдем, мы спросим. Такая интересная. Здравствуйте! 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 Мы к вам приехали, вот, туристы, вашу страну посмотреть. Вы здесь живете, вот, в этих юрках? Здесь живем. Кусты принимаем. Правда? Здорово. А можно посмотреть? Заходите, пожалуйста. У вас праздник какой-то? Да. Здорово. В Киргизии есть традиция, которая называется ширне. Следуя ей, друзья детства встречаются два раза в год. Например, этим одноклассникам по 46 лет. И добрую традицию они не нарушили ни разу. Здравствуйте! О, у нас гости, да? Здравствуйте! Заходите, гости! О, спасибо! Уважаемые гости, заходите! Мы познакомились с этими людьми, они нас пригласили к себе. Дали поесть вкусной еды, а поесть мы очень любим. Сказали в кучу разных теплых слов. Уважаемые гости, это место, куда вы сели, называется по-киргызски Торь. Торь. Торь – это значит место для почетных гостей. Почетным гостям особое угощение – бешбармак. Готовится из лапши и крошеного мяса. Чем мельче оно нарезано, тем лучше. Крупные куски – синоним неуважения. Это наше национальное блюдо. Это как почетное блюдо – бешбармак. Мы с этим бешбармаком можем гордиться. Ну, есть чем гордиться. В переводе с тюркского – бешбармак – пять пальцев. Все дело в том, что во время еды кочевники не использовали столовые приборы. Дорогих гостей не спешат отпускать. На очереди – знаменитый местный кумыс. Мне нравится. Надо бить сразу. Сразу, да? Сразу, да. Пейте, пейте. Не сомнайте. О, счастливы! Срава, счастливы! Я впервые тогда попробовала кумыс. Я, честно сказать, очень так предвзято относилась к этому. Думаю, ну, боже, кумыс, ну, как можно вообще так пить? Ну, как? А он действительно оказался приятный такой напиточек. Очень даже. Но гастрономические изыски – не единственный повод заглянуть к кочевникам. После знатного обеда – соколиная охота. Еще до нашей эры она была известна кочевникам на территории среднеазиатских степей, когда быстрая лошадь и ловкий сокол имели одинаковую стоимость. Их можно погладить? Да, да, можно погладить. Можете даже держать. Орел-зал Сулуки. Как? Сулуки. Сулуки. Его зовут Сулуки? Да, по-русски красавица. Красавица, ага. Это правда. Его 6 лет. Мы охотимся на леса и... Леса? Даже леса? И с какой высоты он? Ну, 3 километра? 3 километра? А можете показать нам, как это происходит? Да? Давайте посмотрим. Стоит заметить, что в данном случае наши герои наблюдают лишь за демонстрацией охоты. Добычей сокола в этот раз стала лишь полоска меха. Наверное, если бы это была живая, я бы, наверное, по-другому это восприняла. Ну, а так как-то спокойно и действительно было очень весело и интересно. Леги! Я как он ногу поставил! Ай, вау! Вообще, круто! Слушай, а можно еще? Мне понравилось. А давай вместе! А можно мы вместе? Давай! И начали! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Лови, 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 лови! Лечи-ка вся. Блин, он такой красивый. Все босседает, обалдеть! Потом Саша присоединилась ко мне, мы стали такой вообще большой мишенем для орла. И я думал, что теперь он точно не промахнется и выберет кого-то из нас, а не лису. О-о-о! Ты стреляешь из лука? Да. А можно нам тоже попробовать? Да. Правда? Спасибо. А ты покажешь как? Да. Пойдем. Пойдем. Сильнее, оттягивай. Сильнее. Еще, еще. А-а-а! Модила! Я знал, что у нас будет заключительная тема царевная старевная лягушка. И думаю, ну, лук стрелы, царевная лягушка. Ну, как говорится, сам Бог велел. О чем это, Денис? И какую царевную лягушку он имеет в виду? Саша пока не знает, что для нее приготовил ее мужчина. Но совсем скоро тайное станет явным. Куда мы сегодня? Я не знаю, вот поедем на вот этой штуке, скоро узнаешь. Давай, запрыгивай. Подтолкни. Оп-оп! Боже, как было страшно ехать по этой горной дороге. Там в некоторых, на некоторых участках были такие валуны громадные, что машину просто раскачивало так. А водитель с абсолютно ровным лицом, у него там нигде, брови даже нигде не махнул. То есть для него это норма, что вот когда машина вот так вот, как в шторм, лодочку гнет в разные стороны, это нормально для этой дороги. Мы приехали в место, оно называется Алтын-Арашан. Это что-то с золотом связанное. Хм, как ты догадалась? Алтын! Совершенно верно. Это переводится как «золотой источник». Ага. Да. Это он? Ну, почти. Почти. Помнишь, я тебе говорил взять с собой купальник? Ты меня хочешь окунуть в эту гордую холодную реку? Ну, если будешь себя плохо вести, то да. Ты будешь очень хорошей девочкой. Смотри мне. Ущелье Алтын-Арашан считается одним из самых красивых уголков Кыргызстана. Здесь, на высоте 2600 метров над уровнем моря, бьют горячие источники. Несмотря на их целебные свойства и невероятное богатство горной природы, туристов здесь немного. Добраться до этих красот непросто. По кыргызской легенде, того, кто преодолеет этот непростой путь, ждет награда – исполнение заветного желания. Здесь аккуратно сейчас, Сань. Смотри, вот сюда ножку раз, левую, потом правую сюда и левую сюда. Идем, смотри, какая штука. Какая клевая штучка. Добираемся сюда. Упс, упс, упс. Ага. Давай, давай, ты сможешь, я верю в тебя. Есть. Да, да. Боже, как мы долго туда шли. Я думала, что мы уже просто сейчас обойдем просто всю Кыргызию вокруг и вернемся к нашей машине, где мы ее оставили. У-у-у-у. Ой, тепленькая. А вот и знаменитые сероводородные источники. Температура в них подходит для купания даже в холодные месяцы. Что, Денис Царевич, нашел бы свою стрелу? Что ты ржешь? Денис Царевич не ржет. У меня чувство юмора нет. Конечно, нет. Так что насчет стрелы-то? Если бы меня не было, я бы тебя сюда не привез. То есть ты сюда привез меня поржать надо мной, да? Да. Жабой меня назвать вот так вот, да, тонко, издалека. Практически. Ну ладно, что? Ладно, есть у тебя чувство юмора. Ладно. Ну на самом деле, я тебе очень хотел сказать, что была одна причина, по которой вообще я тебя привез. Учитывая, что мы с тобой начали наши взаимоотношения с большого путешествия, я хотел бы... Закончить взаимоотношения? Нет, ты что! Я хотел бы, что путешествие для нас это такой вот очень важный момент. И поэтому я тебя привез в путешествие, мы собрали всех этих людей, которые нам помогали, а я организовал все. Вот, и я просто еще давно понял после этого путешествия, что ты моя навеки. Вот, а сейчас просто я хочу сказать тебе, что ты моя навеки жена. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты меня делаешь? Да. Да? Я знаю, что такое. У меня даже кольцо есть. Я его сделал своими руками, не поверишь. Да? Может быть, оно сейчас тебя распарится, что у тебя от воды не налезет? Ну что ты не спрашиваешь, согласна ли я? Ну-ка говори! Не слышал. Да! Кольцо лежало в футляре для флешек. Ну, мне как-то нужно же было куда-то его деть, с собой везти. А так как самое ценное для меня это флешки, на которых хранятся съемки, я спрятал туда это кольцо. И я какое-то время держал его под водой до момента непосредственно на диване. Я не хочу об этом думать. На самом деле у него был кармашек. Я думаю, оттуда. Кармашек на его плавках был. Все, все, подглядывай. Растрадал? Растрадал меня опять. Может, ты что скажешь, что ты любишь меня? Не скажу, не скажу. Ты правда его сам сделал? Ты что, мне не веришь? Ты что, забыла? В смысле? Я тебе верю. Ну, просто, ну, еще скажи, что да. Ну, конечно, сам. Ты такая клевая вообще. Я сейчас, знаешь, что хочу? Я хочу внутри выиграть. Доброе утро, солнышко, с днем рождения. Пойдем за подарочками. Как клево, ты придумал. Правда? Да. Давай? Да. Я счастлива. Да. Я очень счастлива, что у меня такой мужчина. Это большой подарок от жизни. Все-таки. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В каждой стране, которую мы будем посещать, будем проводить церемонию бракосочетания именно по национальным традициям конкретной страны Начнем с Сомали Субтитры сделал DimaTorzok